На этой схеме я сам лично заработал 18 тысяч рублей, и я вам расскажу в этом видосе, как вы можете заработать столько же, а то и больше, выполнив несколько простейших действий. Но обо всем по порядку. Схема, о которой я вам расскажу в этом видосе, связана с файлами, а именно с файлообменником. Моя история, к примеру, началась с файлообменника Piper Install. Здесь все прям мега просто. Кто не знает, что такое файлообменники, это ресурс, на который вы загружаете абсолютно любую фотографию, к примеру, или какой-либо файл. В этот файл встраивается реклама. И уже теперь этот файл вместе с рекламой, когда скачают другие люди и установят себе на компьютер, у них также установится ваш файл и реклама. И вот за то, что у них установится реклама, вам заплатят деньги. А какие деньги вы можете узнать в разделе информация, тарифы. Расценки здесь зависят от оперативной системы и, самое главное, от страны, в которой человек находился, когда скачал ваш файл. Если же это была оперативная система Windows 10 и человек находился в США, то вы заработаете максимально за одно это скачивание и установку вашего файла 24 рубля. Если это Россия, тогда это где-то 5-6 рублей, что тоже, я считаю, вполне даже неплохо. После того, как я зарегистрировался на этот файлообменник, думал, что же я буду сюда такого загружать, чтобы у меня люди скачивали мои файлы. Сразу подумал о школьниках. Школьники любят читы, а я люблю школьников, которые скачивают мои файлы. Да, мы нашли друг друга. Чтобы найти школьников, которые будут скачивать мои файлы, я залез в YouTube и сделал вот такой вот пробный запрос. Написал Dota2 Cheat. Нашел вот такие вот видосы. Когда вы написали, к примеру, вот такой вот запрос, не забывайте нажать на фильтры и нажать лицензия Creative Commons. Тогда вам покажутся только те видосы, которые мы с вами, если что, можем взять и перезалить. И воспользоваться этими видосами. Также, конечно же, вам понадобится создать свой YouTube канал. Это делается в 1-2 клика. Там все прям мега просто. Придумывайте название вашему каналу. Это может быть, например, Чит Онлайн или Мир Читов. В общем-то, что угодно. Я вам буду показывать на примере Чита на Dota2. К примеру, вы нашли видеоролик, который вам понравился. К примеру, вот этот. Он идет 6 минут и 3 секунды. Чтобы правильно заливать видеоролики на YouTube, писать к ним название более корректное, описание делать какое-никакое. И также насчет тегов. Чтобы это все было вам намного проще, я вам рекомендую скачать вот такое расширение vidIQ. Вот так оно выглядит. Это расширение вам поможет, как говорится, с видеоролика, похожий вам по названию и по тематике, взять у него название, ваш видеоролик, описание. Также не забывайте, что в описании вы будете ставить ссылку на ваш файл, который вы сюда загрузили. И также теги можете брать. Вот, к примеру, вот здесь. Здесь, к примеру, нету тегов. А где они есть, тут будет просто такой значок скопировать все теги. Вы нажимаете, копируете все теги и вставляете к себе в видеоролик, который вы загружаете на YouTube. Вставляете туда название, описание, теги, и у вас будет вот такая вот оценка по видеоролику. Самое лучшее, если эта оценка идет где-то к 50. Здесь же эта оценка, как мы видим, 0 из 50. Если оценка там примерно 25 и выше, то это уже нормально. Значит, ваш видеоролик будет как-то попадать по выдаче, по поисковым запросам в YouTube. Также забыл рассказать, как заливать на этот файлообменник файлы. Максимальный размер файла, который вы сюда будете загружать, не должен превышать 100 мегабайтов. Как лично я сам это делаю. Я на рабочем столе, к примеру, создал архив. Назвал его вот так. Если же у вас нет реального чита, который вы туда можете загрузить, тогда просто запихивайте туда, ну, всякой фигни. Самое главное, чтобы ваш архив весил, ну, где-то более 2-3 мегабайтов. Чтобы хотя бы он внушал доверие, что там что-либо есть. Потом берете этот архив, переносите его вот в эту область, или же нажимаете и выбираете его с компьютера. И он у вас появится чуть ниже. Здесь вы уже можете получить ссылку на ваш файл. Нажимаете левой кнопкой мыши один раз. И все, ссылка скопирована в буфер обмена. Теперь эту ссылку, как я уже говорил, вставляете под видеоролик ваш, который вы загружаете на YouTube. Также не забудьте, что видеоролик на YouTube нужно обязательно скачивать именно с лицензии Creative Commons. Если вы будете без этой лицензии, тогда ваш видеоролик просто сразу же удалится с YouTube. Вам прилетит страйк. Вы не сможете на таком видеоролике зарабатывать на файлах. Также забыл сказать, как скачивать видеоролики. Здесь тоже ничего сложного. Нажимаете на любой видос, который вы хотите скачать. Нажимаете сюда. Тут между точкой и у пишите латинские SS, две буквы. И нажимаете Enter. После этого вас перекидывает на сайт SaveFromNet. И здесь вы уже можете скачать видеоролик. Нажав сюда скачать. Вы загрузили на свой YouTube канал уже 2, 3, 5 видеороликов. И они все не набирают просмотров. Если они не набирают просмотров, то, соответственно, никто не будет заглядывать в описание и никто не будет скачивать ваши файлы. В этом вам поможет сайт, который называется YouTube Monster. Ссылку на него в описании я, к сожалению, не оставлю. Но вы можете запросто вот это вот название забить в поисковик и найти этот сайт. Пройти на нем простейшую регистрацию. И здесь вы уже сможете на этом сервисе обмениваться просмотрами на YouTube. Как же это делается? Сперва вы, конечно же, когда пройдете регистрацию, у вас не будет коинов. Коины – это внешняя валюта данного сайта. После того, как вы здесь заработаете коины, вы также сможете здесь продвигать свой видеоролик на YouTube. Нажав раздел «Добавить видео», сюда вставите ссылку на ваш видеоролик. Здесь автоматически подгрузится его название. Раздел «Просмотры». Если ваш видос идет 1 минуту, то здесь вы ставите 60 секунд. Здесь ставите, к примеру, 40 или 50. Ну, к примеру, 40. И теперь ваш видеоролик, который длится минуту, будет смотреться от 40 секунд и до 60. Разные люди будут смотреть его вот этот вот промежуток времени. К примеру, один посмотрит 45 секунд, другой посмотрит 60 секунд. Здесь указываете количество, сколько вам нужно в выполнении. К примеру, это 1000 просмотров вы хотите. Здесь ставите источник трафика. Откуда вы хотите, чтобы шли просмотры на ваш видеоролик. Это может быть внешний источник или же через уведомление. Также можно настроить даже поиск в YouTube. То есть, ваш видеоролик будут искать по каким-либо ключевым словам и запросам, которые вы укажете. Если это чит на Dota, то пишите, к примеру, там, то пишите, к примеру, Dota 2 чит. Если же это страница канала, то тоже можете указать. Ну, проще всего, конечно же, указать это внешний источник. И вот сколько вам коинов понадобится. 30 тысяч. А если вы только зарегистрировались, то у вас этих 30 тысяч просто-напросто не будет. Для этого нам с вами нужно зайти в раздел или же выполнить задания. Здесь мы выполняем задания вручную и зарабатываем эти коины. Их можно заработать, просматривая видеоролики вручную. Ставя лайки на YouTube, дизлайки, подписываться на каналы, писать комментарии. Также есть различные другие социальные сети, такие как ВКонтакт, Инстаграм и ТикТок. В остальных социальных сетях вы тоже будете зарабатывать коины, выполняя простейшие задания. Если вы не хотите вручном режиме зарабатывать коины, то вы это можете делать на автоматическом режиме. То есть нажимаете запустить UT клиент. Вы можете скачать программу, которая будет в трее и не будет вам мешать. Она будет сама просматривать видеоролики других людей на YouTube и начислять вам за это коины. За эти коины, как я уже говорил, вы впоследствии ставите задания на свои видеоролики, набираете просмотры. Люди смотрят ваши видосы, вы тратите коины, здесь же вы приобретаете эти коины. Также можно скачать расширение себе у браузера, это может быть Google Chrome или же Mozilla. Эта программа у вас будет работать вот тут вот в трее. Мешать она вам не будет. Конечно она будет пользоваться ресурсами вашего компьютера, но это там не критично, это где-то 5-10% максимум. Если вам было что-то непонятно с этой схемы, тогда пишите в комментариях ваши вопросы, я постараюсь на них ответить. Но если вам понравился этот видос, то почему бы не влепить ему лайк, не подписаться на канал. И всем удачи, хороших вам заработков и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok